Дед Мороз и Снегурочка Оставайтесь с нами, здесь еще будут происходить чудеса А начнем, наверное, как полагается сначала Расскажите, пожалуйста, как вы из обычных людей вдруг стали зимними волшебниками? Как началась ваша карьера Деда Морозова-Снегурочкина? Рассказывай, старая смоленская игра, подставь товарища, пожалуйста Вот как всегда, все сладкое достается умелье Ну, правда, я любитель очень больших конфет Итак, ну, что он? С детства, как бы, любил, когда ко мне приходил Дед Мороз Дарил мне подарки Какой-то праздник домой приносил Волшебное настроение Такой, как бы, в этот зимний вечер, в холодной Стоит наряженная елка и приходит Ну, да, приходил сосед с бородой Поздравлял И мне всегда хотелось попробовать себя в роли Деда Мороза Ну, и спустя энное количество лет Попробовал себя, понравилось И до сих пор работаю Деду Морозу А сколько лет уже? Так, 16 лет уже Ого! Да, 16-й Новый год в этом году мне уже А ты, Ирина, тебе как 16 лет назад Сама еще, наверное, ждала Деда Мороза Каждый год жду Деда Мороза И каждый год он ко мне приходит И не по разу на банкеты и на детские праздники Вот, пожалуйста Вот, я на самом деле начала свою карьеру Наверное, лет, может быть, 10-12 назад Если честно, я не считаю Моя карьера вообще началась со свадьбы Вот, только потом уже пошло Что надо дарить радость Не только взрослым, да, но и детям И потом у меня родилась идея Создать, наверное, костюмированную вечеринку Деда Мороза с Негурочком Костюмов, как таковых, у нас не было Пришлось изначально шить Все вкладываться, потому что без вложений никуда И я начала искать Деда Мороза Искала, искала На тот момент мы работали с очень Одним замечательным человеком Он сейчас живет в Москве И он мне посоветовал, вот, Александра Говорит, бери, Александра, он тебя не подведет Бери, бери, бери Я такая сначала присматривалась очень долго Мы очень долго, наверное, даже притирались, да Надо так сказать Очень долго учились Долго даже, можно сказать Срабатывались Да Ну, срабатывались, не знаю Но вот именно какие-то нюансы подбирали То есть голосовые нюансы, да То есть как нужно правильно подать Да, и не только Александр учился Но и я, само собой, вместе с ним Мы вот из-за нашей программы То есть постепенно-постепенно Дорабатывали, дорабатывали, доработали И каждый год, то есть у нас идет что-то, что-то новое А помните свой первый праздник Когда вы вместе были Дед Морозом и Снегурочкой Я очень хорошо помню Это был наш первый, самый-самый первый Как она волновалась У нее, я когда приехал, она стоит, смотрит на меня Она меня не знает Она говорит, они неприподъемные Они скучные Я не знаю, что с ними делать А у нас такой веселенький, такой корпоративчик Как бы нестандартный Дед Мороз у них Мне вот пришел, сдавался в эти детишки Там все-таки детишки лет под 40 были, конечно Вот, ну, как И у нас как бы свой сценарий Мы что-то тренировались И я приезжаю Я, естественно, сценарий не помню вообще Я не запоминаю, это не мое И она говорит, иди А сама видит, что ее вот так вот всю Ну, опозориться, боится человек Ну, я вышел У меня там речь на 7-8 минут Она уже стоит, она говорит Я 20 минут за дверью простояла Ждала конкретные фразы И вот она выходит, мы продолжаем И я, когда уже уехала, она говорит После этого их не усадить Да, и с того момента, с того раза Мы работаем совершенно Вот у нас нету сценариев вообще То есть я накидываю просто образные фразы Образные загадки, да Саша тоже там старается что-то подкинуть Да, мы из этого, то есть сделаем И выходим То есть у нас нету даже, так сказать Каких-то подсказок Чтобы вот взять, так достать, подсмотреть Все, у нас импровиз Ну вот после того первого праздника Вы поняли, да, что вам комфортно Вместе работать И дальше в следующие все новые года Будете вместе Слушай, а сколько мы уже вместе работаем? Лет 9, наверное, точно 10 даже 10 Это да, вот как раз твоё начало карьеры Когда ты тряслась за каждый праздник Ой, началось А я мне уже всё равно Матерый уже А конфликты есть у вас Какие-то рабочие там Я главный, я Дед Мороз Нет, я главный, я Снегурочка Как мастер Все вопросы решает она Да, он просто бесит Взаимно Вот так и работает Ну как притирались Ну кто всё-таки у вас там лидер? У нас как таковых лидеров нет Вот Поэтому у каждого Ну свои какие-то идеи То есть мы сегодня, например, поедем на мне На моей машине Да, завтра поедем На его оленях На его оленях, да На его сапогах, скорохолях, валенках Я не знаю, на чём А какие-то всё равно конфликтные ситуации бывали у вас? Как вы из них выходили? Да, я кричала А он слушал Бедный До сих пор, как вспомнил У нас был такой случай Когда я просто не могла замолчать И я прям даже, мне так стыдно до сих пор Мне бы нравился наоборот убийство Мне вот самое главное, чтобы её разжечь Это надо было спросить И это всё? Или успокойся? Вот самый пик Ты питаешься моей энергией Конечно, я же должен людей веселить Я волшебник Я должен откуда-то брать Что надо давать? Не своё же я должен дарить? Вот откуда всё появляется Вот когда всё узнаётся Шутка, шутка А что самое главное Я, наверное, даже не скажу В работе Деда Мороза и Снегурочка Потому что это не совсем работа Вы несёте и дарите праздник людям Наверное, в призвании Деда Мороза и Снегурочки Что самое главное в организации праздника Во встрече с гостями Что здесь нужно учесть Чтобы гости, которые ждут Деда Мороза и Снегурочку Не только дети маленькие Но и взрослые тоже ждут Чтобы они остались довольны И после вашего визита Они остались с ощущением Что сказка, вот она, произошла Ну, как бы дети вот Ну, дети Дети есть дети Они всегда верят в какое-то волшебство А когда приходишь на взрослый Так сказать, утренник вечерний Смотришь на них И вот Ну, понимаешь Они вот лет 40, даже 30 Ну, там есть те, кому 50 лет назад Вот она, под ёлочкой Или он под ёлочкой стоял И они ждали волшебства И когда ты вот приходишь Вроде они взрослые Такие женщины Мужчины сидят И вот после вот Пяти минут с ними проведённого времени У них уже вырастают улыбки Они ждут тебя Они знают, что Ты переодетый там Какой-то актёр Но они тебя ждут Потому что ты Ты приносишь им детство обратно Самое главное, мне кажется Вот что ты, наверное, хотел сказать Одним словом Это взаимодействие Взаимодействие со зрителем Взаимодействие с людьми Отдача Принятие То есть И вот из этого уже Выходит сама непосредственно Замечательная программа Тут одно слово у тебя Взаимодействие Одно слово Мне кажется Последняя неделя перед Новым годом Самые тяжёлые Деду Морозу и Снегурочки И в день приходится посетить Не один утренник Порой До десяти Может быть И даже больше Что помогает? Откуда берёте энергию? Как вот Не устать? Чтобы Последние Ваши герои Которые вас ждут Они получили Такой же Такой же заряд энергии От вас Как самые первые Например, в этот день Ну, на самом деле Всё очень просто У нас есть поддержка Поддержка Так сказать Друг другу То есть Мы уже Когда садимся в машину Едем на Заказ На следующий А впереди Ещё десять И мы уже сидим Всё Сейчас Всё нормально Всё хорошо Давай Выйдем Давай Сходим в магазин Купим воды Всё Мы выдохнули То есть Я перед каждым Мероприятием Ставлю Так сказать Двадцатиминутный перерыв Чтобы мы смогли Выдохнуть Обнулиться И пойти уже К следующим детям То есть Самое главное Здесь вот у нас Поддержка Друг друга Хочется отметить Что Поддержка Александра Очень сильно Сказывается Очень сильно Влияет Потому что В прошлом году У нас произошла Такая ситуация Что Он уехал На СВО И Моя программа Чуть Не пошла Так сказать Не треснула По швам Вот Другим С другим Дед Морозом Было сложнее Очень сложно Было Очень было Тяжело Приноровиться Потому что Человек Не понимает Что я хочу Если он Понимает Меня с полуслова Что мне надо Я не успеваю Рот открыть Вот То там Очень тяжело Не поверишь Что ты не успеваешь Рот открыть Нет Если я завелся Всё Можешь стоять Просто так Вот в талпочке Смотреть Вот поэтому Мы друг к другу Стараемся Как-то Взаимодействовать Как-то Поддерживать В этом плане То есть если у него Он замолчал Так сказать То есть Я быстрее То есть это слово Вставлять Чтобы у нас Был диалог Взаимодействие Также мы даём Возможность Ещё и людям Детям Взрослым Тоже сказать Какие-то фразы Вот Александр А расскажи Как так вышло Что ты оказался На СВО В прошлом году Добровольцем Пошёл Как бы С самого начала Как только началась Эта операция Как бы Желание было Потому что Я следил за этими новостями Ещё С самого Вот этого То что приходилось У них в столице Мне уже Как бы это не понравилось Когда уже Было разделение Их стран И когда вот Некоторые регионы К нам Захотели быть в России Я вот начал Как бы волноваться Об этом И тут как бы Вы предложили Пойдёте добровольцем Я естественно Поднял руку Всё Записался И поехал А у тебя Какой-то опыт Был Там армии У меня не опыта Ничего Чувствую Я как губку Впитал всё Мы были Ну грубо говоря Там Неделю Может быть На учениях И вот за это время Я научился Владеть уже Как бы Многими вещами Которые я Никогда не использовал В жизни На самом деле Когда я проводила Праздники Вот да Мы все сидели На иголках Потому что Всё-таки Ждали Когда вернётся Когда позвонит Когда Ну что-то Чтобы вот Хотя бы сказал Какую-то фразу Что я нормальный Я живой Я скоро приеду Всё То есть И когда он мне звонил Уже откуда С Ростова-то мне звонил С Новочеркасск Ну вот Откуда-то Оттуда Он говорит Всё нормально Я буду К этому времени Я приеду То есть У меня Одновременно Что он жив И что Конечно Сейчас будет эгоистично Что ничего не срывается Вот И не надо никого искать Но всё равно У нас Был такой момент Когда всё-таки Александр у нас Поехал В Москву На награждение Что мне пришлось Искать всё равно Деда Мороза Ну Уже Вы поняли Но даже наградили Да А ты В каких-то Тыловых лагерях Был Или в боевых действиях Мы в боевых действиях Принимали Ну как бы Мы там и там У меня Подразделение Мы Лазили по кусточкам Искали где Находится Неприятель Вот Разведка Да Ну как бы не принято Потому что мы Многие Там где мы были Мы же Когда домой звонишь Я там Я в гости поехал Либо я дома отдыхаю Там Подарки нам присылали Сегодня с утра Плохие подарки Мы им отправляли Мы вот так вот Как бы валировали Мы не говорили Что мы разведка Мы просто Тень Мы были тень А вот этот вот Твой дух Внутренний Деда Мороза Как-то он помогал Может быть Ты поддерживал Коллег Бойцов Которые были рядом Чтобы они Не вешали нос Дух вот этот Поддерживал В них Ну когда вот Даже вот приходишь К ребятам Вот Приезжаешь к нему Там или С позиции на позицию Ходишь Ну там Кто-то сидит Грустит И у нас вот Было трое Как бы Такой костяк Вот у нас был Мы ходили постоянно Вот основной костяк У нас было трое Два человека С Новосибирской И я один И вот Всегда шутки Какие-нибудь Кто-нибудь там Загрустит Или там Ранение Да ладно Тебя комарику Кусил Шутки Как бы Они исходили От нас Даже вот С ребятами Когда Дни рождения Мы там Также праздновали Дни рождения Ну не просто Мы так сели За стол Поели Отметили И разошлись Ну спать Там все равно Какие-то анекдоты Шутки Там поиграться Ну весело Все равно Время надо проводить Не важно Что там Что-то происходит А расскажи Пожалуйста Историю Про Про гитару Можно ее Рассказывать Когда вы пели А потом На другой стороне Стали Это не наши Ну не мы Сами Ребята Грубо говоря Населенный пункт Это был еще Самый начало Такой пик Когда вот Уже На территории Донецка В рядом В Донецком Прямо они были Населенный пункт И Две стороны Где-то ребята Стоят наши Где-то Неприятели И ребят Затишье полное Ни стрельба Ничего Ну что ребят Делось Начали играть На гитаре Наши Ну хоть как-то Развеселиться Ну естественно Геройство принялись И начали играть На гитаре Они закончили И с другой стороны Раздался Звук гитары Потому что Ну там тоже Ребята сидят Такие же Такие же Кому-то Мозги Прочистить Или кто-то Свои идеи Ну Вот эта минута тишины Ночь тишины Была просто музыкальная Гитара Гармошка Они даже Не ругались Когда перекрик А давай Сойдемся Они были Гармошков нет Сегодня будут Завтра Она уже знала У нем Ему некуда было Деваться У нее детей Никого не осталось Все переехали На ту сторону У него и куры И утки И корова была Они подошли Дед Давай этого Мы у тебя купим молоко Там не вот Стащили ночью курицу Давай А мне деньги не надо Мне некуда здесь тратить Я говорю Как у тебя с едой Давай как Урожай не успел Собрать Все помертво Пожалуйста У нас Достатки были Пожалуйста Дед Мы ему Он нам молоко Мы ему Пшено Он нам яиц Мы так и жили с ним Класс Ну я думаю Мы пожелаем всем бойцам Которые сейчас В зоне СВО Чтобы Новый год Им принес Только положительные Радостные эмоции И предлагаю вернуться К нам в Саров В наши предновогодние будни Расскажите пожалуйста Начинающим Дедом Морозом И Снегурочком Какой можете дать совет Вот с чего начать Как не бояться Как не волноваться И как вот Ну приносить праздник К людям К которым они идут Ну в первую очередь Извини что я начал первый Бесишь Терпение мой друг Терпение Ну в первую очередь Это надо верить самому Что ты приносишь Большинство А не зарабатываешь На этом деньги Деньги Это мне кажется Было как-то Поначалу Что ты хотел заработать Сейчас ты ждешь Новый год Чтобы прийти И принести веселье Потому что Ну это прекрасно Во-вторых Это Никакого сценария Вот не надо Заучиваться Эти загадки Не надо У тебя Должно идти Отсюда Из души Потому что Фантазия должна работать Елочка волшебница Бойтесь Исполняйте Делайте Творите Слушайте Позвонят И на счет Раз Два Три Ох Дедушка Внучка Выли Это Ой Готово Что ж Не признал У нас уже Смотри Как выросла Дед Мороз Ой Поговори Иди Какая большая А помнишь Вот такая Махонькая Под елочкой стояла Лисичкой была Лисичкой? А я думала Белочка Поэтому она рыжая Ах Вон ты Откуда ты Пошел А я думал Все Поржавел Чуток Долго Или далеко Ли добирались До нашей студии На велосипеде Ехали Дед Мороз Я теперь Зош Начал Я Лег Санки В Саре Поставил Теперь На велосипеде А вот На багажнике Ездит Стой Стой Конечно А то Кост в колес Зацепит Опять Болтаться Так ехать Расскажите Дед Мороз Много ли Писем Сегодня В этом году Пришло Тебе От деток От взрослых Ой Каждый год Все больше И больше Больше И больше Я уж Это Уф Двоем Читаем Не успеваем Весь Свой Лес Созвали Читать Письма Кто готовит Кто читает Кто подготавливает Ой С каждым Годом Все больше И больше Пишите Побольше Мы очень Любим читать Их Очень А о чем Просит Дедушка Ой Все просят Конечно Подарков Вот из последнего Дед Мороз Можно извините Я перебью Из последнего Попросили Айфон Тринадцатый Куда Туда Поездку Во Францию У нас Попросили И все Исполняешь Дедушка Ой По мере возможности Айфон тринадцатый нет На четвертый Я смогу еще Подварить Ну что зарабатываешь Ну найти четвертый Айфон в наше время Действительно чудо Нет ведь их в природе Так вон У меня еще в целлофон Пакетик Чтобы экран Не истерся Есть У меня еще в целлофон Пульт И чайник И сковородки Чтоб не мыть Зайдешь в кладовку А там Айфон в четвертых Ну почему их не выпускал Ты все себе зажал Конечно Я же должен потом дарить что-то Много ли работы у вас В этом году Какие планы у вас На Новый год Ой А какие у нас Планы на Новый год Вот какие у нас Могут быть планы У нас Мы целый год ждем Один и тот же план Это поздравить Скорее наших Детишек Вот От таких До вот таких И как вы их будете Поздравлять В этом году Что-то новенькое Интересное Подготовили ли Песнями Танцами Да Конечно Новые загадки Придумывали Интерактива Новая Интересная Я думаю Что скучно Точно не будет Конечно Как у нас Может быть скучно А как эльфы ваши Поживают Волшебные Утомились ли они Готовят подарки Так ты чат Ночку путаешь Эльфы не тут Они на той стороне Океана А у вас так тоже У нас Белочки Ёжики Зайчики Снеговичок Снеговичок Их у них Один Как много У нас нет Эльфов Это не наши Это какие-то Вон это Они зеленые А какой Приехал к нему Говорит Вот мои работники Зеленые бегают А что им плохо Отравили что ли Нет Они Вот рождение Такие зеленые Вот так Ну и что Получается Поддерживаете Отношения С заокеанским дедом Конечно Что ж Мне там какой-то Через 33 Валенковый родственник А как внученька Себя в этом году Чувствует Дедушка Хорошо ли она вела себя Она По честному сказать Да конечно Камера Началось Начало Прибавила она У себя тут Немножко Не весь Я в уме Разуме Гулять перестала По вечерам Только по утрам Возвращаться Теперь Рано Говорит Чего поздно вечером Может рано утром Приеду Чтоб дед не заподождал Говорит Я там пока Сижок почищу Чего-нибудь Да не Хорошо себя ведет И справилась Ишь помолодела Теперь понятно Почему я люблю Своего деда Вот он такой Классный И замечательный У меня Я думаю Что раз у нас Волшебный дедушка И его помощница Снегурочка Нужно загадывать желание Как правильно Загадывать желание Чтоб оно исполнилось Подвинься дед Подвинься Иди сюда Иди сюда Ой диван-то маловато Это не то что Моя кровать А трехмест Так Я буду загадывать желание И вы дорогие телезрители Тоже Прям вот сейчас Сосредоточенно Загадайте Свои самые сокровенные желания Какой-то ритуал у нас должен быть Глазки закрывай Глазки А может за руки возьмем Все Как мне скажешь Так я ее там держу Я не знаю Что ты ее не схватила Боишь что убежишься А теперь Глазки закрывай И загадай Самые-самые сокровенные желания На Мальдивы так хочется В отпуск Где-то Тебя Кто сейчас тебя увидит На Мальдивы Нет нормально Я слышу Я слышу На Мальдивы так хочется Дедушка На Мальдивы 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 Сережа Сделайте нам пожалуйста Сзади фон Мальдивов Ммм Океан шумит Чудеса Прям Все Больше не будет Отпуска теперь Что ж Все На Мальдивах побывала Погулял и хорош Иди работай Еще 34 дня Все на места Теперь все На свои места Ой дорогие друзья Аккуратнее Надо быть с желаниями А то Дед Мороз Исполнит и ваш отпуск Уложится Вот такие же 10 секунд Ну и дорогие Наши гости Дед Мороз и Снегурочка Пожалуйста Поздравьте наших Телезрителей С наступающим Новым Годом И пожелайте им Чего-нибудь такого Чтобы действительно Сбылось И действительно Вместе с этой передачей С этим актуальным интервью В их дом Пришло настроение Праздника Атмосфера Нового Года И добавить нечего Ну что ж Мои ребятишки Девчонки и мальчишки Хоть есть и махонькие И большие Все равно Все для меня детишки Ну что я могу сказать Главное Это сейчас Крепкого здоровья Почаще улыбайтесь Друг другу У вас Помогайте И всегда верьте В волшебство Потому что Оно очень редко В нашем мире происходит Так как я работаю Всего лишь Пару недель Декабря Ну что ж Может еще что-нибудь добавишь Да Он исполнит Ваши желания Кратко и ясно Десять секунд Так точно Это я могу Я вас поздравляю С замечательным Волшебным праздником В этот Замечательный день 31 декабря Можно закадывать Самые свои сокровенные Желания И я уверена Что близкие Родные Обязательно Их исполнят А Дедушка Мороз Конечно же Поможет Будьте здоровы Здоровы вы Ваши близкие И все С наступающим Новым Годом Канал 16 Присоединяется К поздравлениям От Дедушки и Снегурочки И я желаю вам Чтобы сказка Ваш дом приходила Не только с Дедом Морозом С волшебными гостями Чтобы сказку Научились сотворять Для себя И своих близких Вы сами И тогда мир вокруг вас Неизбежно Станет лучше Оставайтесь с каналом 16 Будем работать для вас И в следующем году С Новым Годом В лесу родилась елочка В лесу она росла Зимой и летом стройная Зеленая была С Новым Годом Редактор субтитров А.Семкин